МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала Россия продолжает региональные вести в студии Оливтина Марченко. Смотрите в этом выпуске. Стартовал кросс нация, дистанции побегут 15 тысяч человек. Гончарное ремесло становится все популярнее. На мастер-классы собираются и взрослые, и дети. Чем привлекает рязанцев это искусство? И ярмарки выходного дня отмечают юбилей. Выросли за 10 лет спрос на продукты и местных производителей. Федеральные льготники Рязанской области до 1 октября должны сделать выбор. Соцпакет в натуральном виде или его замещение денежной выплатой. Набор социальных услуг включают медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом можно отказаться как от всего соцпакета, так и от его части. Те льготники, которые имеют право получать лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета, они могут сохранить или подтвердить заново свое право на получение лекарственных препаратов бесплатно на следующий календарный год, обратившись в управление пенсионного фонда по Рязанской области. Компания, которая рекламирует себя по телефону без согласия абонента, нарушает закон. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службой. От рязанцев поступает все больше жалоб на навязчивую рекламу. Сотрудники колл-центра звонят абоненту и предлагают пройти обследование в конкретной медицинской клинике. Специалисты УФАС считают, что компания действует незаконно и должна понести ответственность. Клама без согласия абонента запрещена действующим законодательством. У нас уже есть такой факт, когда УФАС в Рязанской области будет привлекать к административной ответственности медицинскую компанию за повторные нарушения. Сегодня стартует традиционный забег кросса нации в рамках Всероссийского дня бега. Участники пробегут дистанцию 3000 метров. Забег пройдет по Соборной улице, Первомайскому проспекту, улицам Каширина, Семинарской и вновь Соборной. Его участниками станут 15 тысяч человек. Среди них спортсмен Александр Именин, ставший бронзовым призером чемпионата России в полумарафоне. На время проведения соревнований перекроет центр города. Площадь Соборной с 9 до 15 часов, площадь Ленина, улицу Соборную, Каширина, Семинарскую и Первомайский проспект с 12 до часу дня. Волонтеры сегодня наводят порядок в старинной усадьбе Желтухина. Этот дом в небольшом селе Зимино Захаровского района когда-то был блестящим образцом классической архитектуры. С тех пор здание сильно обветшало. На то, чтобы провести полноценную реставрацию, нужны большие деньги. А ведь возрожденная усадьба с ее фруктовыми садами, липовой рощей и каскадом прудов могла бы стать настоящим туристическим магнитом. Напомнить об этом и решились добровольцы. Алена Савельева продолжит. Характерная для эпохи высокого классицизма комплекс включает главный дом и два флигеля. Они соединены между собой галерейми-переходами. Здесь были оранжереи. Этот памятник архитектуры федерального значения уже несколько десятилетий не знает хозяйской руки и приходит в упадок. Перекрытия обрушились, на крыше растут березы, лианы дикого винограда оплели фасад. Но по-прежнему здание стойко сохраняет следы былого великолепия. Полы и крыльцо здесь вымощены именной плиткой, на обороте которой можно увидеть инициалы производителя. Сквозь поросль до сих пор читаются фрески в античном стиле. И даже руины не могут скрыть прежнего богатства барского дома. Когда-то здесь играли балы, а дочери владельца поражали своей красотой. В разное время усадьба принадлежала помещикам Денисиевым-Кличановским. Самые известные владельцы – Желтухины. В ней жил отставной гвардии полковник Николай Желтухин. Именно с ним связывают расцвет усадьбы. Как и в любом барском доме, здесь есть свои легенды. Самые, наверное, распространенные у нас легенды – это о том, что существует подземный ход, о том, что есть дверь железная, которую никто не может найти, которая ведет через пруд подземный ход и в нашу церковь. В усаденный комплекс входили фруктовые сады, липовые роща, конный двор, каскад прудов с насыпными островами по центру. Здесь стояли беседки. И Воскресенская церковь – тоже памятник архитектуры федерального значения. Со стен храма до сих пор смотрят образы святых. А в полуразрушенные окна над фронтонами заглядывает солнце и корни растений. Церковь перестраивали три раза. Сначала она была деревянной, потом каменной. И только в середине 19 века. Ее построили в этом архитектурном стиле – в одном ансамбле с барской усадьбой. После революции церковь первым делом лишилась колокольни. И уже потом в ней хранили зерно, удобрения и чинили трактора. Если не восстановить, то хотя бы привести комплекс в порядок, решили общественники. С первого взгляда прям понял, что мне очень нравится это место. И хочется сделать так, чтобы оно не пропало и осталось детям, потомкам и так далее. Чтобы мы это не потеряли. Потому что это действительно часть нашей истории. И если мы не будем за такими вещами следить, то мы просто пласт своей истории потеряем. Антону удалось организовать группу волонтеров из числа местных жителей и неравнодушных горожан. Они собираются очистить территорию от мусора и зарослей. Это уже даст возможность туристам любоваться сохранившимся архитектурным комплексом. А если у барского дома появится и арендатор, для усадьбы это будет шанс на возрождение. Алена Савельева, Евгений Леонов, Вести Рязань. Ярмаркам выходного дня исполняется 10 лет. Первые торговые площадки появились в Рязани для удобства покупателей и поддержки местных производителей еще в 2008 году. И постепенно такой формат стал традиционным. На площадях в микрорайонах города каждую субботу устанавливают молочные и мясные прилавки. Пасечники привозят мед, дачники торгуют овощами и фруктами. Свою продукцию поставляют фермеры из разных районов области. Многие жители специально ждут выходных, чтобы закупиться товаром местных хозяйств. Лесной защитник, так называют работников лесхоза, профессия важная и нужная во все времена. Зеленое насаждение – огромный ресурс, требующий охраны и бережного отношения. О преданных своему делу и тонкостях профессии лесничего Виктория Данилина. Весной и осенью мы по этим местам создавали лесные кулькулы. Руководитель Рязанского лесничества Виктор Яковлев вновь обходит бывшие горельники, которые образовались после пожаров 2010 года. Он смотрит, как приживаются молодые сосны и березы, а также решает, что еще необходимо сделать для их дальнейшего роста. После пожаров работу здесь провели большую. Горельники расчистили. На их месте посадили новые деревья из питомников. Около 4000 на 1 гектар. Практически все прижились. В настоящее время, я вам могу сказать, ну, может быть, с отрадой, с такой, или с гордостью, вот, сейчас все эти участки по хвойникам, они восстановлены. Все восстановлены. Весь лес от горельника расчищен. К лесам у Виктора Васильевича особое отношение. Эту любовь зародилась еще в детстве. С самых юных лет он наблюдал за работой лесника в родном селе, оценивал его бережные отношения к природе и видел, с каким уважением к нему относились местные жители. Эти детские впечатления и привели к выбору профессии лесничего. Ей Виктор Яковлев посвятил более 30 лет своей жизни. О своей работе рассказывает с огромным энтузиазмом и интересом. В каждом лесничестве были питомники, в которых, прежде чем посеять, собирали шишки сосны, отвозили их в Бельковский лескомбинат, то есть получали семена, затем эти семена стратифицировали, высаживали в питомниках, за ними ухаживали. Кроме этого, ввели подготовку почвы параллельно. Жизнь супруги Виктора Яковлева тоже связана с лесным хозяйством. По стопам своих родителей пошли и дети. Сын в настоящее время трудится вместе со своим отцом в Рязанском лесничестве. Получилась настоящая семейная династия, которая стала ярким примером искренней любви к природным богатствам. Виктор Васильевич надеется, что профессия лесничего будет привлекать все больше представителей молодого поколения. Ведь будущее лесного фонда в дальнейшем будет зависеть именно от них. Виктория Данилина, Юрий Косоротов, Вести Рязань. Все больше интерес россиян к старинным ремеслам. Особой популярностью пользуются гончарные дела. На мастер-классы приходят как дети, так и взрослые. И наш корреспондент Жанна Алпатова тоже попробовала сесть за гончарный круг. Что из этого вышло в нашем следующем сюжете? Воздух пропитан творческими идеями. Сегодня и мы внесем свою лепту в антураж витрин. Новичкам здесь и рады. Именно они с открытыми глазами поглощают азы керамического искусства. Центровку сейчас я сделаю. Это чем-то нажимаю? Педалька, да, педалька. Раньше были деревянные круги с диском внизу. Достаточно тяжелые для потоковой работы, очень сложные. И придумали вот такие механические круги. Анна Лощук – педагог от Бога. Ее уверенный голос настраивает на правильный ритм. Здесь не нужна спешка. Творим аккуратно и спокойно. Своебразная арт-терапия проходит в три этапа. Центровка, формирование дна и стенок изделия и последний – вытягивание цилиндра. Это мы сейчас вытягиваем этот цилиндр. Вообще же сильнейший материал. Самый древний материал в земле. Деревянным стеком формируем ножку бочонка. Им же рисуем по стенкам косички. 15 минут, и наше совместное творение готово для сушки и обжига. Шарики берем. Только вы вместе со мной? Да, конечно. Что мы делаем? Вот так вот мы сейчас будем снимать. Поставили и проводим вот так вниз. Все. Гончарное дело – древнейший промысел. В наши дни он обретает второе рождение. На полках изделия. Совсем недавно их презентовали на Рязанском молочном фестивале. Эта линейка посуды называется «Рожденная в СССР». А это символ региона – грибы. Солонка, чашки, кофейный набор. Для мастера такая работа должна была бы стать привычным делом. Но нет. Уникальность каждого человека, приходящего сюда, делает каждый день Анны особенным. Ритм жизни очень быстр. И люди, семьи создают, а жить в них не успевают. То есть люди друг друга не видят. Они говорят, привет, привет, как дела? А дальше надо по телефону. Все. А тут стоп-время. Анна Лощук рассказывает. Приходят с семьями, назначают здесь свидания, лечат детей. Касание пальцами, податливого материала. А главное – создание такого изделия, аналога которого нет нигде в мире. Все это делает творческий процесс глубоким и незабываемым. Потому керамисты и говорят – это искусство, которое нельзя потерять. Жанна Алпатова, Евгений Ленов, Вести, Рязань. И это была последняя информация на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных.